Данный материал содержит элементы рекламы. А где ну? А, это нарядная платья. Все, я понял, извините, извините. На дело все лучшее сразу. В общем, как всегда вас приветствуют в это время, Таис Разумовская. И Дмитрий Спиваков. Ну и что? И новости, которые мы будем обсуждать за чашечкой кофе из Кафе Классик. Такие же праздничные, как платье Таис, да? Ну, не совсем. Ну что, приготовились? Новогодние огни в Кишиневе начнут зажигать 1 декабря. По словам генпримара Кишинева Иона Чебана, это будет делаться поэтапно. Вот в такие моменты начинаешь радоваться, что вот эти вот огонечки у нас не газовые, да? Как там кучу лет назад, например, в том же Лондоне. Это было бы космическое удовольствие. Далее цитата. Секторы готовы, центр столицы готов. У нас есть мероприятие в пригородах. Разработана очень интересная культурная программа. Хотя народ все больше интересует бескультурная программа. Но, как говорит примар, столицы все будет красиво. Очень хотелось бы в это верить. И самое важное, очень хочется, чтобы до тех пор, и до тех пор, пока не начнутся новогодние гуляния, мы сохраняли свой статус все еще не красный. Вот не вернуться бы. Вообще, я так скажу, в последнее время вот так расстраивает эта история, что Дарина Киртуакой нет в кресле примара. Я тебе объясню, почему. Почему? Потому что, ну, каждый год такое удовольствие было, когда срубали какую-то кривую длинную елку. Да. А, было, чтобы не солить, вот это вот, посмаковать гадости. Ну, действительно, было с чего посмеяться, потому что вот мы видели эту кривую елку, и мы все хихикали с того, как к ней там где-то привязывались ветки, и все это, ну, на какой-то кардебалет проходило. Ты всегда можешь кривую елку к себе домой притащить и установить. Я в память Дарине всегда, каждый год так делаю. Я специально приезжаю на рынок, выбираю самую кривую, за одной деньги экономлю, понимаешь, а это выгодно. Вот так вот зародилась традиция. Прекрасная традиция, ладно. Ладно, давайте все-таки не о традициях, а о исторических справках прямо сейчас, коротко о дате сегодняшней. 26 ноября 1394 года Сеул становится столицей Кореи. А еще 26 ноября 1956 года состоялась премьера фильма «Весна на заречной улице» режиссера Феликса Миронера. Главные роли в этом фильме сыграли Нина Иванова и Николай Рыбников. Что еще произошло интересного с исторической точки зрения, об этом расскажем вам далее. Мастерам по шитью и починке обуви посвящен Всемирный профессиональный праздник – Международный день сапожника. Он отмечается ежегодно 26 ноября с сапожниками, башмачниками, мастерами по изготовлению, дизайну обуви, работниками, занятых в данном производстве, а также специалистами по ремонту теми, кто дарит обуви вторую, а порой и третью жизнь. В этот день, в 1963 году, началась создаваться на Шабуловке популярная детская телевизионная передача «Спокойной ночи, малыши». 26 ноября основатели передачи стали разрабатывать идею, концепцию, придумывать первые сценарии, появились эскизы кукол главных героев и декораций. Передача трижды становилась лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучшая детская программа», попала в Книгу рекордов России как старейшая телевизионная программа для детей и претендует на занесение в Книгу рекордов Гиннеса как самая долго живущая детская телепрограмма. В 1965 году в этот день с космодрома «Хамагир» ракетой-носителем «Диамант» был выведен на околоземную орбиту французский спутник «Астерикс-1». Таким образом, Франция стала третьей страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. Запуск первого спутника был осуществлен в Советском Союзе 4 октября 1957 года. Первый американский спутник был выведен на орбиту 1 февраля 1958 года. Апельсиновый десерт. Вкусное начало дня. Да уж, действительно. Сегодня мы предлагаем вам приготовить ароматный, нежный, вкусный, а главное, очень простой в приготовлении кекс. На приготовление теста уходит всего 10 минут, но продукты вы найдете на своей кухне гарантированно. Для приготовления ароматного апельсинового кекса нам понадобится 250 граммов муки, 6 граммов разрыхлителя, 120 граммов сахара, 160 граммов свежевыжатого апельсинового сока, это примерно 2 крупных апельсина, 50 граммов растительного масла без запаха, 3 средних яйца и цедра с двух апельсинов. Начнем со взбивания яиц. К яйцам добавляем щепотку соли, весь сахар и взбиваем миксером на максимальной скорости до посветления и пышности. Чем лучше вы взобьете яйца, тем пышнее и нежнее кекс получится в итоге. На взбивание ручным миксером уходит примерно 5-7 минут на высокой скорости. В итоге у вас должна получиться пышная светлая масса. Теперь добавляем влажные продукты – масло, апельсиновый сок и цедру. Перемешиваем на минимальной скорости миксера непродолжительное время до однородности. Далее в два этапа просеиваем сухие продукты – муку с разрыхлителем. Каждый раз перемешивая тесто на минимальной скорости миксера. Мы должны получить гладкое однородное тесто. Слишком долго взбивать не нужно, чтобы яйца не потеряли свою пышность. Ароматное воздушное тесто для кекса готово. Теперь можно его переливать в форму. Любую форму предварительно смазываем растительным маслом, чтобы кекс потом было легко из нее достать. Выливаем тесто в форму, распределяем равномерным слоем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки будет зависеть от размера формы. В среднем на это уходит 25-30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Дайте кексу немножко остыть в форме, затем ее осторожно переверните. Подавать кекс лучше всего в теплом виде, но и в холодном он тоже хорош. Десерт получается нежным, пористым, с ярко выраженным ароматом апельсиновой цедры. Его можно перед подачей просто посыпать сахарной пудрой или нарезать на порционные кусочки и сверху полить растопленным темным шоколадом. При желании можно украсить долькой апельсина либо измельченными орешками. Приятного аппетита! Застрял в лифте, переводил бабушку через дорогу, кота с дерева снимал, Перепутал время, проспал. А что ты на меня смотришь, перечисляя это все? Каких только причин для своих опозданий не выдумывают опоздуны? Те, кто вечно просыпают или просто не спеша собираются? Во-первых, не смотри в этой ситуации на меня, потому что я человек, который принципиально не врет. Понятно? И при этом принципиально вовремя не приходит никогда. Ну да, согласен. Бывает время от времени. Я относительно пунктуальный человек. Я объясню, что такое относительно пунктуальный человек. Это который может себе позволить опоздать минут на 10-12. И выписать окружающих. Это твоя проблема. Ты хронически опоздун. Вот и все. Я хронически не хочу выходить из дома. Вот. И кажется, что из-за того круга... Так что скажи спасибо, что я вообще приезжаю на работу. Да уж действительно, вся страна тебя благодарит, понимаешь? Ладно, как ни крути, специалисты утверждают, что выработать в себе пунктуальность, оказывается, можно. И это еще и можно сделать в абсолютно любом возрасте. Нужна только сила воли и ежедневный контроль. Значит, нельзя. В твоем случае все. Басно. Да. То есть обычно люди не пунктуальны. Это как раз люди без самоконтроля и силы воли. Тогда как, черт побери, связать одно с другим? Ну ладно. Как ни крути, мы для вас собрали несколько странных советов, которые помогут вам приходить вовремя. Привычка опаздывать из милой особенности макияж. В зависимости от этого ставьте будильник. Вторая привычка. Не оставляйте важных дел на утро. Иногда вечерняя усталость так и шепчет «Сделаю утром». Но чаще всего это обман. Скорее всего, вы либо не сможете вовремя проснуться, либо неправильно рассчитаете время на выполнение задачи. В итоге не только опоздаете, но и не выполните запланированное. Следующая привычка. Ставьте будильник не только на пробуждение. Тем, кто не может успешно спланировать большие промежутки времени, психологи советуют делить их на маленькие. Сколько минут вам нужно, чтобы принять душ, позавтракать, нанести макияж? Будильник поможет уложиться в нужное время. Кроме того, полезно фиксировать время за пять минут до выхода из дома. Например, если вам нужно выйти в 7.30, то на 7.25 поставьте напоминание. Через пять минут нужно выходить. Следующий пункт. Избавьтесь от привычки переводить часы вперед. Это довольно распространенный способ борьбы с опозданиями. Но, к сожалению, такой метод неэффективный. Вы все равно знаете, что у вас есть запас, и в итоге еще больше расслабляетесь. Лучше выработать привычку номер пять. Закладывайте на все чуть больше времени, чем нужно. Таким образом, вы сможете сформировать запас, некую временную подушку. Она застрахует вас от опоздания. Шестая привычка вытекает из предыдущей. Ставьте себе цель приходить заранее. Если встреча начинается в 10, то вам надо так рассчитать время на сборы и дорогу, чтобы прийти в 9.55. Привычка номер семь. Правильно рассчитывайте время на дорогу. Один из самых распространенных грешков – закладывать столько чистое время в транспорте. Даже если вы живете в двух минутах от остановки, это время тоже нужно заложить. Восьмая привычка. Устраняйте врагов пунктуальности. Проанализируйте свои действия и поймите, на каком именно этапе вы начинаете терять ощущение времени. Слишком долго не можете определиться с выбором одежды, постоянно теряете нужные вещи и потом бесконечно ищите их по всей квартире, зависаете в соцсетях – эти действия и есть враги вашей пунктуальности. Их надо обнаружить и устранить. И последняя привычка. Регулярно мотивируйте себя. Если вы поняли, что у вас проблема с опозданиями, значит они уже доставляют вам хлопоты. Что изменится, когда вы станете пунктуальным? Дайте себе ответы на этот вопрос и никогда их не забывайте. Важно понимать – нет волшебной пилюли для того, чтобы перестать опаздывать. Все решается регулярной работой над собой и своими привычками. Рождественская елка, которая в этом году украсит площадь Святого Петра в Ватикане, уже прибыла в Рим. Высота этого дерева составляет 28 метров, вес целых 8 тонн. На то, чтобы срубить елочку под самый корешок, понадобилось 12 часов. Рождественскую елку будут украшать 600 деревянных шариков ручной работой, изготовленных мастерами из села Андало, что в регионе Тренто, откуда елку и привезли. Я вот думаю, весь мир уже давно перешел на искусственные елки. Мне кажется, Ватикан в этом случае должен был быть первым, кто перейдет на искусственные елки в целях защиты окружающей среды. Ну, они же не об этом, они скорее об аутентике. Ладно. Зажигать огни на рождественской елке будут 10 декабря. Зажигать огни на рождественской елке с деревянными игрушками звучит забавно. Да уж. Пожары часто стирают с лица земли целые лесные массивы. И восстановить их природе непросто, если на помощь ей не придет человек и созданные им технологии по быстрой высадке деревьев. Как это сделать? Над этим вопросом экологи и инженеры бились уже довольно давно. И вот, наконец, они нашли решение. Теперь восполнять ущерб от пожаров будут с помощью дронов. Леса на нашей планете становится все меньше. И чтобы восстановить его, приходится придумывать и применять нестандартные подходы. Одна из идей появилась неожиданно. Для восстановления леса мы используем целую армию мощных дронов. С их помощью мы сбрасываем мешочки с семенами в места, где был лесной пожар. Гранд Каннери основал свою компанию в 2015-м с целью ускорить высадку деревьев с помощью дронов. За день можно посадить саженцев в шесть раз больше, чем традиционным методом. Ведь ручная работа подразумевает, что добираться порой нужно в труднодоступные места с наполненными семенами-мешками. Люди, которые делают это – супергерои. Но мы, со своей стороны, хотели бы снабдить этих людей самыми лучшими инструментами для выполнения их миссий. С помощью наших дронов они смогут быстрее восстанавливать лес. Скорость здесь играет важную роль. На некоторых территориях нужно успеть посадить деревья до того, как там вырастут нежелательные виды. Выживание семян после посадки – еще одна проблема. Большинство обычно не прорастает, поэтому специалисты совершенствуют свои дроны. Устройства сделаны из волокон и хорошо удерживают влагу. Также они содержат питательные вещества и даже острый перец, чтобы отпугивать голодных животных, которые не прочь съесть упавшее в землю. Кроме того, дроны запрограммированы на обнаружение лучших мест для сбрасывания семян. Мы предварительно летаем на самолете, чтобы, используя лидары и технологию мультиспектрального изображения, создать трехмерную карту местности. Мы заранее программируем все полеты так, чтобы дроны подстраивались под ландшафт и избегали препятствий. Это также позволяет нам определить места, где семена лучше всего приживутся. Учитывая, что климат во всем мире становится теплее, а местами и сухим, лесные пожары будут возникать чаще. Поэтому, уверен Grand Canary, миссия его компании приобретает особую значимость. Новый кофе Нес Кафе Классик Теперь с молотой арабикой Богатый аромат Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нес Кафе Классик. Теперь с молотой арабикой Данный материал содержит элементы рекламы Генеральный спонсор показа Нес Кафе Такой уютный и домашний халат. Родина его, домашнего халата, считается страны Востока и Азии. Ведь там его не только активно использовали, но и наделяли особым значением. Да, ведь чем богаче был халат, тем знатнее был гость. Соответственно, больше внимания ему уделяли при встрече. Вот смотри, сколько лет прошло, ничего не поменялось. И когда ты сказала, что родиной халата считается страной Востока и Азии, я почему-то представил, что родиной именно моего халата. Знаешь почему? Почему? Потому что хороший халат, он же тянутый во все стороны. Чем растянете у него локоточки, тем удобнее вам будет в этом халате находиться. Соответственно, чем старше халат, тем он лучше. Он же созревает, как вино. Да, с годами только лучше. С годами только как и я. Ладно, не хочется. Об этом хочется просто о домашнем халате. Первые халаты появились в Китае. Насколько большое распространение они получили в Поднебесной, можно судить по такому факту. В иероглифах слово «халат» встречается 118 раз. Популярность этой одежды также отражена в китайских поговорках «надеть теплый халат посередине лета», опростоволоситься, или «насыпать арахиса в полы халата». А один из наиболее известных и древних сортов китайского чая называется «дахуньпао» – большой красный халат. Шили эту вещь в очень свободном крое, с широкими рукавами и манжетами. Рукава китайских халатов были очень широкими – до 180 сантиметров. Признаком хорошего воспитания было умение с достоинством носить эти неудобные рукава. Аристократы подвязывали к ним специальные утяжелители, чтобы не заворачивались, а красиво свисали. А люд попроще подвязывал их, если нужно было физически поработать. Широкие манжеты заменяли древним китайцам косметички и барсетки – в них носили всякую мелочь. Халаты щедро украшали животными или растительными орнаментами, каждый из которых имел собственный смысл. Женская одежда отличалась яркостью красок, богатством и разнообразием вышивки. Бабочки символизировали влюбленность и радость жизни – персик, долголетие. Пара уток-мандаринок – семейное благополучие. Для чиновников изображение на халате было чем-то вроде погон. По ним можно было определить вид службы и звания. Львы и тигры украшали военных, а птицы – чиновников. Служащий низшего звена носил халат с сорокой, а топ-менеджер – журавлем. Желтый халат имел право надеть только его величество император, как символ солнца, золота и, соответственно, богатства и власти над всеми смертными. Позже халаты начали появляться в арабских странах – Индии, Турции, Средней Азии. Первые халаты в Европе стали использовать в средние века для защиты от холода, но носили их дома и исключительно мужчины. Право на домашние халаты женщины получили намного позже, когда их уличные платья стали слишком тяжелы и неудобны. Всплеск популярности халата случился в 19 веке, опять-таки благодаря мужчинам. Настоящий джентльмен был обязан дома надевать халат. Причем, чем лаконичнее становились парадные костюмы истинных Дэнди, тем роскошнее были их домашние одежды. Модную тенденцию усилил кинематограф в 20 веке. Голливудские звезды блистали в кадре в роскошных атласных халатах поверх идеально белых рубашек. В 60-е годы того же столетия английский хирург-гигиенист Джозеф Листер предложил врачам носить белые халаты вместо фартуков. Кристальная белизна новой униформы свидетельствовала об ее антисептической обработке и чистоте. Постепенно рабочие халаты стали востребованы у представителей разных профессий – парикмахеров, лаборантов, столеров и других. С каждым годом мода становится все более отзывчива к нашим потребностям в комфорте, а удобная домашняя одежда все более уверенно чувствует себя на улицах. Платье-комбинации, атласные пижамы и кимоно давно перекочевали и спали на светские мероприятия. И снова доброе утро! Вы знаете, когда к нам приезжают какие-то зарубежные режиссеры театральные, метеисты аж расцветают. Да, это правда. Ну, может, тут вот заметят мои таланты, заберут меня куда-нибудь. Да нет, не про это. Просто хочется чуть-чуть из своего болотца выйти и посмотреть, что же интересного происходит и там, и здесь, и что привносят все самые зарубежные режиссеры. В общем, об этом мы прямо сейчас поговорим, потому что у нас сегодня в студии… Да, Дмитрий Акриш – режиссер, который к нам приехал из России. Ирина Руссу – актриса. Здравствуйте, доброе утро, господа. Доброе утро. И прекрасный повод нас собрал здесь. Ты про Дмитрия сказала? Да. Приехал из России? Да, да. Наш соотечественник? Да. Правильно? Правильно. Как давно вы уже слушаете в России? С 12-го года, ну вот уже практически 10 лет там. И как? Да прекрасно все. Слишком обширный вопрос, да? Нет, у меня главный вопрос. Отличается ли зритель российский от молдавского? Нет, конечно. Нет? Нет. И даже артиста не отличается, и даже театр не отличается. Серьезно? А мне всегда казалось, что… Правда и есть, правда. Да. Есть такая местечковость наша местная, такая вот театральная небольшая тусовочка. И есть все-таки театр побольше. Ты хочешь, чтобы тебя наши театралы побили за такие слова? Нет, я не про это. Слушайте, вы правильно говорили про тусовочку, но мне кажется, зрителей это мало интересует. Тусовка, не тусовка. Все же таки продукт, все же таки хороший спектакль, есть хороший отклик, хорошие отзывы. И он живой, он умный, поэтому воспринимает то, что если что-то не случилось и случилось не так, наверное, виноваты мы, те люди, которые занимаются театром. Есть один вопрос, который я задаю в последнее время всем театралам. Бузова во Мхате. Как вы к этому относитесь? Слушайте, ну не я ее звал там. А если бы у вас была такая возможность? Ну, наверное, я вам ответил уже. Так, ладно, давайте все-таки перейдем к постановке, которой вы занимались в последнее время. Да, я хочу задать вопрос Ирине. Вы впервые работаете с Дмитрием? Да. Это совместная работа. Давайте сделаем вид, что Дмитрий вас несет. Как? Ну, как вам сказать, было очень интересно. Это была такая лаборатория, я бы сказала, даже не репетиции. И было там все. Так, а почему лаборатория? И боль, и все. Сложно было, да. Ну, сложно. Знаете, мы, актеры, иногда вот боимся чего-то, но когда влюбляешься в то, что преподнес тебе режиссер, и работа сама по себе вот идет как-то. У нас такая химия создалась. Отличный состав актерский и отличный режиссер. Давайте чуть подробнее про спектакль. Да. Про состав актерский. Про состав актерский. Что это будет? Угу. Угу. Это, наверное, такое сборище из горького, из вас уже и снова. Первый, второй вариант. Угу. И, наверное, есть какие-то моменты, я не называю вербать, наверное, какие-то личные моменты мы вкладывали в эту историю. Я говорю сейчас про текст. Перевод его девиза. Ну, конечно, не то, что была проблема, это все-таки было написано сто чем-то лет назад, поэтому, конечно, возник вопрос актуальности. А вот. Так есть сегодня, в 2021 году. Но решили, опять, исходя из боли, исходя из большой любви, исходя из тех проблем, наверное, о которых люди не говорят сегодня в Молдане, в нашем случае. Вот, кстати, про актуальность. Есть же такое понятие, что классика, она актуальна всегда. Да, но, тем не менее, многие режиссеры принимают решение осовременивать. То есть не только в каком-то текстовом плане, но при этом еще и постановку переносят, например, из начала 20 века в 21. Как вы относитесь к таким экспериментам? Слушайте, мне кажется, банально, мне кажется, глупо выходить в 2021 году, того же Горького ставить в кринолинах и так далее. Мы мало знаем об этом. Мне все же таки близко к театру про людей, про человеческую судьбу, абсолютно верно. И мне интересно, как меняется артист, в нашем случае человечек, на протяжении двух часов. Вот это интересно для зрителей. Поэтому место действия, время действия – это 2021 год, это сегодня. И мне кажется, через это, как можно сказать, отказ от всех театральных средств. Я говорю сейчас про фейерверки, спецэффекты и так далее. Поэтому зритель, по сценографии зритель включен в эту историю внутри этого дома, и он соучастник этой истории. Ух ты, как интересно! И прямо вот так, как бы… Вот на таком расстоянии и чувствуешь себя прям героем, да? Да, да. Это самое классное, что было в процессе, потому что голое пространство и актер. Без музыки, без ничего, без декора, без… Вот актер и акцент Дима поставил именно на актера. И это… это классно, потому что спрятаться негде. Да. И каждый нас… Вот… Наизнанку. Да, да, да. До утра. Ну, мне кажется, театр сегодня… Я говорю сейчас про современные… Может, очень правильный вопрос задаете. Что с современной режиссуры происходит? И почему человек стал неинтересен? Ну, грубо говоря, почему режиссура не работает с артистами? Почему так происходит? Потому что спрятаться под таким естественным выражением… Я говорю сейчас про все спецэффекты кино. Это прекрасно. Оно, слава богу, идет с сумасшедшей скоростью, двигается вперед. Театр тоже догоняет. Некоторые моменты тоже двигаются вперед в кино. Но, мне кажется, ничего интереснее не может быть, чем человек и его внутренний мир. Мне кажется, это… Мне это близко, меня это очень цепляет. И я могу репетировать бесконечно с артистом, с человеком. Узнавать его страхи… Да. Его радости и его боли и так далее. Потому что мы разные. Насколько тут… Смотрите, шесть человек, у нас у всех свои секреты, свои болячки, свои раны. И об этом, мне кажется, и смело, и уверенно. Да, и в этом смысле было очень интересно. Потому что Дима нашел каждому актеру вот этот ключ. И как-то мы познали себя как актера с другой стороны как-то. Было безумно интересно. А, кто кстати? Вот иногда было даже страшно… Я лично… Мне было страшно с ним работать. Почему же? Ну, вот такая я. Я подхожу очень… Постепенно. Да, постепенно. Посмотри на харизматичную внешность Дмитрия. Да. А вот потом у нас были бесконечные разговоры. У нас процесс интересный был. И когда вот включаешься в работу и… Господи, как интересно работать. Можно и так, можно и так. Можно и… И вот создалась такая аура хорошая. И вот мы в итоге… У нас хороший спектакль вышел. Вот про ауру сейчас тоже поговорим. Хотелось бы вернуться немного к беседе о человеках. Угу. Я так понял… Кто задействован в театре, в спектакле. Актеры самые разные. Из разных театров. Это ведь не только актеры из Сатирикуса, правильно? Да, да, да. То есть мне Таис подсказала такое умное слово, как «энтреприза». Я теперь могу с умным лицом им пользоваться. Это оно? Это оно? Это не «энтреприза». Мы искали долго с господином Санду Греку, с директором театра Сатирикуса, его много карачали. Мы искали долго исполнителей на роль Прохора. Угу. И вот мы сошлись вместе. Это прекрасная, очень крутая идея – позвать, пригласить в эту историю Александра Шишкина. Угу. Небезызвестного всем. Абсолютно. Я очень рад его присутствию в этой истории, потому что опять нет никакой разницы между артистами. Угу. Опять большая семья театра Сатирикуса его приняли, полюбили. И он чувствует себя прекрасно и делает, ну, честно, профессионально свое дело. Там задействованы в спектакле… Девять. Александру Крылову, Надежда Крылова. Александру Крылову, Надежда Крылова. То есть девять человек… Да, девять человек и разные… Поколения. Поколения. Это было… Это было круто. Потому что у нас всегда есть вот чему учиться. Друг у друга. Друга, да. И работа с Шишкиным была просто бесподобно. Интересно. И он как человек очень интересный, как актер бесподобный. Вот он с утра… Мы сегодня писали друг другу там смски. Он говорит, все у вас будет там в РТР, хорошо. Приветов нам не передавал? Да, да, да. Да. Хорошо. Все передавал, да. Я после эфира расскажу одну матерную историю про дядь Сашу. Так, продолжим. Да. Хочется спросить, так как времени у нас остается не так уж и много, какого числа будет проходить спектакль, где можно приобрести билеты, где будут проходить, ну и так далее. Вот всю информацию, которая… Это будет 26 ноября в 18.30. Билеты можно, надеюсь, еще можно приобрести на сайте театра «Сатирикус». И он руку как раз взяли. Там двери всегда открыты, там любят зрителей, поэтому welcome. А если вот, допустим, не успеть сегодня, когда ближайшие входят ли спектакль, касса в репертуар? Ну, надо следить, конечно, надо следить за репертуаром и в декабре, и в январе. Опять, вы понимаете, это история с пандемией, поэтому как-то театр вылезает уже, и слава богу, зрители… С первого декабря у нас уже полный… Да, возвращаемся к обычной жизни, да, да, да. И все будет у нас хорошо. Будем надеяться. В этом смысле, да. У меня есть еще один такой, чисто человеческий вопрос в театре. Тепло? Да. Да, это прекрасно. Все, теперь в таможню я тихо. Идем греться в театре, выносите для себя какие-то полезности. Не только физически греться, но и нравственно, и морально. Да, однозначно. Вам спасибо большое за то, что приехали к нам этим утром и за то, что ставите хорошие спектры. Вам спасибо. Вам огромное спасибо. Ходите в театр и ходите, пожалуйста, просвещайтесь. Ну, а мы продолжаем наше утро. Генеральный спонсор показа «Носкафе». Новое утро. Новый кофе «Носкафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового «Носкафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Нет идей. Абсолютно нет идей. Ни на тему того, как объявить следующего гостя, ни на тему того, что приготовить. А ты, я смотрю, в последнее время окинить начала, да? Окинить. Что вижу, что пою. Да. То есть, если в голове тихо, надо об этом и сказать. Ну, конечно. Да, и тут как раз тот самый момент, знаете ли, когда надо желания свои озвучивать. Вот. А желания у Таисы одни в это время суток. Естественно. Как бы чего пожрать. А вы слышите? Покушать, во-первых. А во-вторых, слышите ли вы, как вы голодный и живот поет песни, а кикит? Вот когда живот поет песни, это уже про пожрать. Во все остальное время это уже про покушать. Ладно, как ни крути, когда речь идет о кулинарных шедеврах. Тут, конечно, слово «пожрать» ни в коем случае употреблять нельзя. Ведь прямо сейчас свои лучшие рецепты в нашей программе предстоит бренд-амбассадор наших партнеров в сети магазинов «Максимум» Думитру Бойку. Всем привет! Меня зовут Думитру Бойку. Как всегда, в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми интересными рецептами или кулинарными идеями к вашему завтраку, да и не только. Сегодня на повестке дня хурма. Достаточно сезонный продукт, который есть у нас на прилавках не только магазинов, но и на рынках. И я подумал о том, почему бы сегодня не приготовить хурму карри, ну или хурму такую в восточном интересном стиле на гриле. Тем более, когда у меня на кухне такие замечательные помощники, как мультигриль от бренда DeLonghi. Я часто про него рассказываю, сегодня тоже вкратце немного расскажу, но обо всем по порядку. Итак, прежде чем мы начнем с вами грилить нашу хурму, давайте приготовим соус. Ну, такой легкий и непринужденный. Что нам для этого понадобится? И очень восточный. Берем кусочек сливочного масла, растапливаем его в ковше и сюда же помытый, но не очищенный имбирь. Буквально вот столько будет достаточно. Отлично. Имбирь сейчас вообще как бы полезен для профилактики всевозможной. Чуть-чуть добавлю оливкового масла, чтобы сбалансировать температуру. Чудесно. Пока у меня обжаривается имбирь и насыщается в сливочном и оливковом масле, я двигаюсь плавно к мультигрилю от бренда DeLonghi. Я часто про него говорю, практически каждый раз его очень сильно хвалю, когда на нем что-либо готовлю, потому что это правда. Потому что, поверьте мне, как и всем вам, наверное, мне тоже важно удобство, вкус и многофункциональность той или иной техники, которой я в том числе тоже приобретаю и пользуюсь. Итак, что мы с вами имеем? У нас здесь есть решетка, но есть несколько разных плато. Есть определенный температурный диапазон для каждого верхнего или нижнего плато, как вам удобно. Есть она съемная, ее можно мыть в посудомоечной машине. Есть подвижный первый верхний гриль, что позволяет правильно и равномерно прожарить и захватить продукт. И, конечно же, есть специальные таймеры датчиков, которые позволяют нам регулировать температуру как верхнего, так и нижнего яруса. Это ли не чудесно? И мы с вами поступим сейчас абсолютно так же. Мы возьмем и убавим температуру до 130 градусов. Разогреем гриль. И для начала хурму приготовим. То есть не будем ее сжечь сразу вот этими вот полосками, да, а просто приготовим для начала. А потом дадим ей хорошенечко заколероваться. Я тем временем продолжаю про соусы. У меня здесь есть имбирь, есть сливочное масло и растительное масло. И мы с вами сюда добавляем небольшое количество сливок. Мед. Шикарно. Тем временем, кроме этого всего, нам нужно с вами сюда добавить специи. У меня есть здесь карри и куркума вместе. Они дадут не только цвет, но и аромат. Я думаю, достаточно. Мне нужно все это перемешать. Гриль дает знак, что все готово. Поэтому я вооружаюсь... Да, спасибо, милый, я понял тебя. Чтоб я не забывал. Я вооружаюсь хурмой. Нарезаю ее вместе с корешком, чтобы было красиво. Выкладываю хурму на гриль. И так как температура здесь не очень сильная, хурма приготовится. Она не получится так, что она будет снаружи вначале сгоревшая, а внутри такая сырая. Понимаете? Хотя, в принципе, хурму можно и сырую есть. Она будет равномерно приготовленная. А потом мы слегка с вами увеличим мощность и дадим ту самую заветную решетку гриль. И так можно поступать с каждым продуктом. Можно даже делать меньше температуры еще. Готовить так цветную капусту или баклажаны, или овощи, или мясо. Вначале готовить, реально готовить на гриле. Не грилить просто, а готовить на гриле. А потом придавать нужную решетку. Итак, пока у меня здесь готовится наша хурма, мы с вами смотрим на наш потрясающий соус. Посмотрите, как он чудесно выглядит. Он пряный. Он сладкий. И он в меру острый из-за имбиря. Это очень-очень здорово. И они очень классно дружат друг с другом. Мед, имбирь, специи, сливки, сливочное масло. Это просто чудеса. Ну что ж, у нас все готово. Вы видите, решеток на ней нет. Но это и не страшно. Зато мы понимаем, что она готова. Она мягкая и такая, как должна быть. Приятная, понимаете? А теперь, что есть, кстати, не у каждого. А теперь мы с вами увеличиваем температурный режим до 230 градусов. И в течение буквально полторы минуты даем ей решетку. Красивую решетку. У нас все готово. Мы с вами готовы сервировать нашу прекрасную хурму вместе с классным сливочным соусом. Пока я сервирую, я хочу вам всем напомнить о том, чтобы вы ни в коем случае не забывали следить за нами в наших официальных социальных сетях Maximum.md на платформе YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, где много чего интересного происходит, в том числе и классные рецепты. Ну, а я сервирую сегодняшний интересный рецепт с хурмой. Ну что, давайте проверим решетку. И еще... А, я знаю, что нужно сделать. Ребята, чуть-чуть, буквально каплю. Не надо много. Чуть-чуть сбрызнем оливковым маслом. Чтобы... О! Чтобы решетка была хорошо видна. Итак, соус. Соус. И... Наша замечательная хурма. Посмотрите, какая классная ресторанная история у нас с вами получилась. В который раз я говорю и восхищаюсь этим замечательным мультигрилем от бренда DeLonghi. Меня зовут Думитро Бойко. Я желаю вам приятного дня в продолжении. Увидимся в следующих выпусках. Счастливо. Целую. Пока. Ну что, как говорит Таис, и на нашей улице праздник, хотя у Таис там, знаете ли, праздник на Костюженской весьма своеобразное явление. Тем не менее, в Кишиневе театры, концертные залы, кинотеатры, а также спортивные центры и бассины вернутся к нормальному режиму работы с 1 декабря. Но что такое нормальный режим работы, об этом сейчас расскажет Таис. Да, посетители должны иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса, тест с отрицательным результатом, медицинское заключение, подтверждающее, что человек за последние полгода переболел коронавирусом, или тест, подтверждающий наличие антител. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации, принятые меры могут изменить. То есть, по сути, мне кажется, что ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Мне вообще тест на наличие антител всегда напоминает, знаешь, вот это срабатывает ассоциативная связь, тест на наличие антидел. Кстати, вот что касается списка антидел, то вы прямо сейчас можете его составить, наблюдая за астрологическим прогнозом. День начнется с хороших новостей и идей, которые покажутся блестящими. Вы уверены в успехе многих своих начинаний, готовы пойти на риск. Но не стоит слишком многое ставить на карту. Лучше воздержаться от опрометчивых поступков. Телец. День довольно беспокойный, но подходящий для важных дел. Именно полезные занятия, особенно те, что требуют сосредоточенности, аккуратности и внимания к деталям, помогают сохранять самообладание, избежать эмоциональных перегрузок. Близнецы. День, когда можно сделать много полезного. Вы отлично справляетесь с собственными делами. Часто помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации. Успехи в работе связаны с появлением новых союзников. Эти люди готовы поддержать самые смелые ваши начинания. Рак. Не откладывайте важные встречи. Лучше всего для них подходит первая половина дня. Тоже можно сказать о серьезных делах. Чем раньше вы за них приметесь, тем быстрее получите нужный результат. Новости, полученные издалека, могут повлиять на ваши планы. Лев. Отличный плодотворный день. Уже в первой его половине вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Хорошо браться за новые дела. Вы отлично справляетесь с ними. Не возникает даже мелких затруднений. Вероятно, приятные известия, касающиеся работы. Дева. Общение с окружающими сегодня требует от вас большего терпения и самообладания, чем обычно. Не всегда вас сразу понимают правильно. Иногда простейшие вещи приходится объяснять несколько раз. К тому же часто звучат критические замечания, и вы принимаете их близко к сердцу. Весы. Не самый простой день с точки зрения общения. Порой не удается правильно понять окружающих. Вы остро реагируете даже на невинные замечания, возможные разногласия с коллегами, споры с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Скорпион. Подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. У вас появляются отличные идеи, которые едва ли могли бы кому-то еще прийти в голову. Можно попробовать по-новому подойти к старым проблемам. Ваши смелые эксперименты наверняка окажутся удачными. Стрелец. День беспокойный, полный неожиданностей и ситуаций, в которых нужно быстро принимать решения. Кто-то другой на вашем месте занервничал бы, а вы быстро понимаете, что к чему. Выбираете верную линию поведения. Удается произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. Козирог. Спокойный, благоприятный день. Хорошо подходящий для того, чтобы вернуться к делам, начатым давным-давно. Сейчас их можно будет завершить без особых усилий, и вы наверняка останетесь довольны результатом. Порадуют встречи со старыми знакомыми. Водолей. Благоприятный день для разговоров о работе, обсуждения планов, встреч с людьми, которых вы хотели бы видеть среди своих союзников. Вы на многих можете произвести хорошее впечатление. Интуиция часто подсказывает, чего ждут от вас люди, что хотят услышать. Рыбы. Вы склонны переоценивать свои возможности и способность влиять на других. Прежде чем браться за какое-то важное и сложное дело, подумайте, есть ли у вас реальный шанс достичь в нем успеха. Поступающие предложения тоже стоит оценивать критически. Она сильная, выносливая и быстрая. При желании может догнать сайгака, который бежит со скоростью 80 км в час. И речь сейчас не про тоиск. Не про меня, да. Хотя она может. Речь идет о борзой. Зачем вообще такую собаку заводят те, кто далек от охоты? Будем разбираться далее. Хотя ты у нас тоже немножечко борзая. Иногда. Все. Хватит. Все. Перчик. Все. Молодец. Да, перчику много вкусняшек нельзя. Надо поддерживать спортивную фигуру. Хортая борзая Кристины, можно сказать, атлет, участвует в собачьих бегах. Данную породу я выбрала, потому что мне интересен курсинг, ну, собачьи бега, тренировки. А так как я, ну, человек не охотник, и вот эта порода замечательно подходит для этого. Кристина не зря упомянула охоту. Хортая борзая изначально использовалась для травли зайцев и лис. Порода сформировалась из собак, живших на обширной территории, от Черного моря до Казахстана. Эти псы отбирались по лучшим рабочим качествам. Ценились только самые быстрые и выносливые. В прошлом охота могла длиться несколько дней, и все это время собаки должны были быть на ногах. Поэтому, конечно, надо понимать, что эта порода не для домоседов, но и не обязательно только для охотников. Хортые могут быть отличными компаньонами активным людям. С ними можно отправиться в поход или весь день кататься на велосипеде. В общем, главное, хотя бы раз в неделю хорошенько их выгуливать. На выходных можно выезжать в поля. Обычно борзых держат парой, либо сворой. И они между собой очень играют, и прямо вот они в поле рассекают. Это смотришь, как они носятся, бегают сами с собой, иногда с игрушками, со шкурками. И они в эти выходные выбегаются, и все остальные будние дни они будут с тобой как бы дома на диване отдыхать. Только на прогулке, что на природе, что во дворе надо быть очень внимательными. У хортых сильный охотничий инстинкт. Даже у тех, кто вырос в городе. Они, когда чувствуют потенциальную добычу, автоматически переходят в режим преследования. И даже перестают реагировать на команды хозяина. Поэтому, конечно, дрессировке на послушание надо уделять особое внимание. Иначе пес, поддавшийся азарту погоне, может получить травму. А на улице и вовсе погибнуть, если выбежит на дорогу. Они дальнозоркие, да, они видят, ну, за два точно километра могут увидеть. То есть, если гладкое поле, чистое, ровные степи, да, они далеко смотрят, они поменят звери и пойдут за ними. Они забывают обо всем, и у них цель главная достать. Но вот к питомцам, с которыми хорты и живут на одной территории, они не проявляют ни малейшей агрессии. Веками из породы искореняли любое нежелательное поведение по отношению ко всем животным в домашнем хозяйстве. Они прекрасно оживаются с котами. У нас в доме есть еще шиншиллы в клетке. Они их не трогают, они приходят, просто понюхают и все, ничего, ничего, не пытаются их поймать. Они вывели, выводились для того, чтобы эта охотничья была собака именно для зайца и для полисе, да. То есть домашний скот, ни кошек они не должны давить. По этой же причине, собственно, хорты и не подходят на роль сторожей. Они работают только по дичи, нападать на человека борзая не будет. Это очень дружелюбные и ласковые собаки. Возможно, конечно, какого-нибудь незнакомца и облают, но не более. Доверять им охрану дома не стоит. Осталось выяснить насчет здоровья хортых, но тут к ним вопросов немного. В разведение шли только самые крепкие особи, другие для охоты не годились. Так что это собаки с хорошим иммунитетом и не страдающие серьезными генетическими заболеваниями. Живут обычно лет 13-15, что довольно много для крупной породы. У них единственный момент, что достаточно сложно выращивать их до года полутора, потому что щенки хрупкие, очень часто бывает травматизм именно конечностей. Но когда собака уже выросла, то болеют они, как правило, не часто. Все-таки крепкая, здоровая собака. Но и в уходе они неприхотливы. Моют их редко шерсть самоочищающаяся, и она особо не сыпется. Леньки стандартные, запаха, как, например, от овчарок, нет. Это все запишем в достоинства, но и про недостатки забывать не будем. Давайте подытожим. Минусы. Нуждаются в очень активных прогулках. Не подходят для охраны. Могут быть проблемы с послушанием. Плюсы. Крепкое здоровье. Не агрессивные. Отличные семейные компаньоны и охотники. Кирча Кристины пока только механического зайца ловил. Он же спортсмен. На охоте можно травмироваться, а ему лапы надо беречь. Впереди важные соревнования. Так что они с хозяйкой готовятся. Хотят побороться за титул чемпиона. Еще минут сорок назад Таис Разумовская попробовала попрощаться. Я пыталась. Предприняла дерзкую попытку. Ну, знаешь, попытаться стоило. А вдруг бы вы меня отпустили? Только бы я сказала вам пока, и такая жух, и под одеялко опять. Таис, сколько раз тебе говори, тебя тут никто не держит. Приходит каждое утро, упрашивает меня. Говорит, Димочка, пусти меня в эфир. Креста ради прошу. Задабриваю тебя, вкусняшки тебе приношу. Чтобы вы понимали. Но это нет. Это неправда. Ладно, все. Хороших выходных вам продолжений. Будем отдыхать наконец. Так, подожди, подожди. Ты только что сказала, чтобы вы понимали. Дальше продолжение истории. Где? Не хочу. Все, я передумала. Я же женщина. Я имею право передумать. В общем, нераскрытым конфликтом завершаем мы нашу сегодняшнюю программу. Открытый финал, как говорится. Это утро и всю эту неделю с вами начинали. А, нет, не всю. Таис Розумовская. И Дмитрий Спилаков. Все, до понедельника. До встречи в понедельник. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Нес Кафе.